SCP-049. Чумной доктор. Объект номер SCP-049. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-049 должен содержаться в охраняемой камере исследовательского сектора. SCP-049 нельзя извлекать из камеры без разрешения сотрудников уровня 2 и выше. Перед изъятием объекта необходимо подвергнуть воздействию сильных транквилизаторов. Кроме того, его должны сопровождать два вооруженных охранника. На нем должен быть надет стальной ошейник с двумя присоединенными стальными трубами длиной 2 метра, которые должны крепко держать два сотрудника службы безопасности первого или более высокого уровня допуска в течение всего времени транспортировки. Любые эксперименты над SCP-049 должны проводиться в помещениях, подготовленных особым образом. Смотрите документ 042-318. Камера SCP-049 должна постоянно просматриваться с помощью видеокамер. При проявлении объектом любого аномального поведения следует сразу же оповестить доктора. Описание. SCP-049 имеет гуманоидную внешность, рост 1 метр 90 сантиметров и вес 95,3 килограмма. Тем не менее, на данный момент невозможно изучить его лицо и тело более подробно, так как объект покрыт тем, что выглядит как традиционный костюм чумного доктора в Европе 15-16 веков. Этот материал фактически является частью тела SCP-049. Как показало генетическое исследование и анализ с помощью микроскопа, его структура аналогична мышечной ткани, хотя на ощупь он больше похож на грубую кожу, а маска напоминает керамическую. SCP-049 был обнаружен местной полицией Англии. Мобильная оперативная группа среагировала на возможное появление данной удалимы. Одним из этапов начальной процедуры содержания было введение всем гражданским лицам в радиусе 500 метров амнезиака класса А. SCP-049 не говорит, смотрите приложение А1, хотя кажется прекрасно понимает английский и выглядит абсолютно спокойным до тех пор, пока не попытается провести операцию. Прикосновение SCP-049 всегда смертельно для людей. После контакта с рукой, руками, объекта жертва, здесь и далее обозначаемо как SCP-049-2, испытывает данные удалены и через несколько мгновений умирает. Затем SCP-049 пытается убить всех людей в пределах видимости тем же способом, предположительно для того, чтобы его не отвлекали. После чего возвращается к SCP-049-2, откуда-то изнутри тела он достает сумку. Исследования смогли определить ее местоположение в теле SCP-049 при помощи рентгена и подобных методик. Сделанную из данной удалены, содержащую скальпели, иглу, нить и несколько коп с пока не изученными веществами. И начинает препарировать SCP-049-2, а также внедрять в тело различные химические препараты. Примерно через 20 минут SCP-049 зашивает SCP-049-2 и снова становится контролируемым. Через несколько минут SCP-049-2 проявляет признаки жизни и начинает оживать. Тем не менее SCP-049-2 выглядит абсолютно лишенным высших мозговых функций. Он будет бесцельно бродить до тех пор, пока не обнаружит другого живого человека. В этот момент уровни адреналина и эндорфина SCP-049-2 повышаются втрое. Он пытается убить любое человеческое существо, которое сможет найти. Затем возвращается в бездумное состояние и бродит до тех пор, пока снова не встретит людей. На этом этапе дозволено уничтожение любым способом. Если данную операцию не удалось провести, виновный карается уничтожением. Исключение – исследовательские цели. Смотрите приложение T-049-12. Вскрытие тел образцов SCP-049-2 выявили наличие нескольких необычных веществ. Наряду с обычными веществами в больших количествах. Внутри тела, включая данные удалены. Некоторые вещества еще предстоит идентифицировать. Сотрудники с третьим и более высоким уровнем доступа могут обратиться к приложению S1. Приложение A1. SCP-049 впервые заговорил сегодня. 12.06.2000. Обращаясь к доктору. Полная запись беседы прилагается. Опрашиваемый SCP-049. Опрашивающий. Предисловие. SCP-049 начал говорить без какой-либо заметной причины на пути в испытательный корпус. Доктор ввел постоянную запись на ручной магнитофон. Данные, не относящиеся к теме, были опущены. SCP-049. Что это за место? Доктор. Что? Это лаба. Громкий звук падения. Доктор. Неожиданность ранее. Понять записывающее устройство. SCP-049. Лаборатория просто великолепна. Теперь я не нахожу удивительным то, что видел здесь, столь мало жертв недуга. Доктор. Да, да. Видите ли, я... Я думал, вы не способны говорить. Я несколько испуган тем, что вы... М-м-м... можете. SCP-049. О, ну конечно, уважаемый сэр. Просто предпочитаю молчать. Большинство жертв недуга слишком подавлены и не в состоянии вести беседу. Я видел вас несколько раз и не определил в вас болезни, поэтому полагаю, что вы тоже доктор. Доктор. Да, в общем-то, зовите меня удалено. О каком недуге вы говорите? SCP-049. Конечно же, милый доктор. О великом поветрии. О чем же еще? Доктор. Великая ПА. Чума. Этого следовало ожидать. Но здесь никто не заражен, могу вас уверить. SCP-049. О, милый доктор. Я могу уверить вас. Поветрие здесь. Я его чую. Мое призвание – избавить мир от него. Мое лечение самое эффективное. Доктор. Ваше лечение? Ваше лечение стоило сотен жизней. Ваше лечение – это ошибка. SCP-049. Милый доктор, мое лечение самое эффективное. SCP-049 снова погрузился в молчание. Дальнейшие попытки заставить его говорить не дали результатов. Заключение. В этот день мы проводили тесты, пытаясь понять, что заставляет его совершать операции, или точнее, что он определяет как поветрие. Пока наши исследования не показали никакой связи между кем-либо из сотрудников класса ДНД, которыми проводились операции. Мы все еще работаем над этим. Доктор. Приложение S1. Необходим третий уровень допуска. 06-04-2008. SCP-049 удалось нарушить условия содержания. В течение примерно пяти минут объект находился без присмотра. За это время он успел вступить в контакт с SCP-049. Когда SCP-049 захватили, он был очень спокоен и благожелателен. С этого момента SCP-049 стал значительно более разговорчивым перед началом и во время своих операций. Не знаю, о чем говорили 49-й и эта проклятая маска, но похоже он стал намного счастливее. Теперь он не просто сидит или таскливо ходит по своей камере, нет. Некоторые сотрудники утверждают, что слышали, что он бормочет старые церковные гимны. Кроме того, перед началом операции он теперь говорит со своими жертвами, пытаясь успокоить их. Помимо прочего, он утверждает, что является исцелением. Направление наших исследований изменилось. Теперь мы пытаемся выяснить, о чем, черт возьми, он говорил с Удаленов во время их недолгой беседы. Доктор спрашивает.